Президент США Барак Обама заявил, что эпидемия Эболы в Западной Африке выходит из-под контроля и пообещал Либерии, которая больше всех пострадала от всвышки смертельного вируса, многомиллионную помощь. Подробнее об этом в нашем следующем репортаже. Число умерших от эпидемии Эбола в Западной Африке приблизилось к 2,5 тысячам человек. В ответ на просьбу правительства Либерии о помощи, президент США Барак Обама обещал отправить на борьбу с вирусом 3 тысячи военных инженеров и медицинских сотрудников. Мы очень обеспокоены ситуацией в странах Западной Африки. Мы собираемся организовать в Либерии военный центр управления для поддержки усилий гражданских в регионе. Такое заявление Обама сделал спустя несколько часов после встречи с американцем, которому удалось излечиться от Эболы доктором Кентом Брентли. Он призывал президента усилить борьбу со смертельным вирусом и произнес речь перед комитетом Сената. Это пламя из пропасти ада, и мы не можем обманывать себя, думая, что обширные воды Атлантического океана защитят нас от этого пожара. Позже глава Белого дома встретился в Атланте с врачами в Центре контроля и профилактики заболевания. По его словам, администрация страны примет все меры предосторожности для предотвращения вспышки эпидемии в США. Мы обучаем экипажи самолетов идентифицировать больных пассажиров и оборудуем все больше больниц специальными лабораториями для распознавания вируса. Война с эпидемией Эболы дорого обойдется американскому правительству. На эти меры администрация Обамы запросила у Конгресса 88 миллионов долларов. Брайди Ханбай, Саид Исмаилов